всем доброе утро новый день новый влог пойдемте посмотрим сколько у нас градусов сегодня девочки ну не обижайтесь кто давал разные мне советы по сохранности сушки мы хотим сестры попробовать самый простой самый незамысловатый не писали перед тем как закладывать в банке мы хотим хранить в банках трехлитровых плотно закрытой крышкой мне написали нужно немножечко на высоких температурах прожарить саму сушку она такая вы знаете она здесь ночь постоит вот я и приношена как чипсы хрустит ночь постоит она уже впитывает сюда влагу поэтому без проблем не нужно все сюда высыпать я ее на высоких температурах мы может быть пару минут прожарю и потом буду упаковывать трехлитровый бутыль и закрою крышечкой и написали крышечку нужно обязательно протереть ну спиртом или уксусом спиртом или уксусом у меня и уксус есть в принципе и спирт есть смотрите какой получился инжир инжир я делала слайсами можно было просто на половинке а я сделала слайсами вот такая вот получилось как мармеладка вообще обалдеть но сейчас я попробую наш прозрачный смотрите какой прозрачный просто обалдеть классный инжир получился надо будет мне еще против сделать но у меня инжира очень много наверху нужно лестницу блин тащить снизу он там осыпался кое-что я пособирала вот такой вот инжир получился вообще прикольный вот как мармелад но все равно конечно на мой вкус мне нравится больше абрикос и слива мои фавориты яблоко на третьем месте все так что я сейчас пересыпаю все сюда и сделал градусов 180 посмотрю сколько минут чтоб она немножко про жарилась за одну подсохнет так это у меня это у меня надо еще яблочек принести на трехлитровый 3 и еще знаете что сестра делает приправу на зиму будем сушить лук сказала посушить в любой любой форме как только я нарежу как мне проще будет потом она перемалывает на кофемолке получается иногда добавляла морковку сушеную в общем перемешивает получается приправа но ей очень нравится сушеный лук добавлять во всякие изделия которые она готовит так что сейчас еще начну лук сушить и я думала что лук нужно отдельно чтобы не пропиталась запахом фруктов сестра сказала в этой машине стоит в инструкции что запахами здесь ничего не перемешивается поэтому я сделаю эту пробу и проэкспериментирую но я все равно сделаю на низ положу фрукту а наверх поставлю противень из нарезанным луком потом вам покажу как будет выглядеть лук сушеную сама интересно еще не видала я буду не самое по-простому это кольцами сейчас его настрогать кольцами уложить и все так что сейчас начну займусь этой сушка сейчас я ее полностью загружу поставлю там у меня еще слива и буду раскладывать материал покажу вам материал который я купила потому что мне надо его весь проверить все 15 метров не надо проверить чтобы не было никаких пятен дефектов полосок чтобы знаете потом не было претензий на что если пока есть у меня претензии могу сегодня съездить и вернуть или поменять а потом уже день-два-три задержу уже будет поздно поэтому сегодня такая у меня тоже день насыщенный уже домашней работой а роль чувствует себя уже намного лучше вот но он лежит пока в лёжке но что на улице такая погода не очень он отдыхает ну как отдыхает он смотрит новости вот там как всегда он утром всегда смотрит немецкие новости чтобы знать что там еще наши политики придумали чтобы для нас потом не было уберу шинк сюрприз как говорится так друзья пока я буду сейчас нарезать лук хочу дать такую информацию информация для иностранных граждан которые прибывают в россию независимо вы приезжаете по визе или вы приезжаете оформлять здесь пмж или вы по программе переселения вы все равно потом какие-то документы должны будете получать и уже в мфмс здесь на территории россии обязательно нужно прописываться по месту жить именно там где вы будете жить никакие нельзя брать фиктивные адреса потому что к нам приходил участковый с проверкой это обязательно нельзя из где-то у тети у дяди прописаться а жить где-то в другом месте обязательно нужно проживать там где вы прописаны и вас будут проверять по прописке вообще-то мы уже сколько лет ездим это второй раз второй раз нас проверяют а вот но мы понимаем что из-за той ситуации которая сейчас есть вот строгие правила проверки был участковый у нас я хочу сказать долго задавал много вопросов поэтому обязательно соблюдайте законы россии на территории россии чтобы потом не было никаких проблем проверялись все документы вплоть до миграционной карты до то что мы здесь отмечались в мфц сестра нас отмечала буквально все все проверялась он заполнял какие-то там документы задавал вопросы и вписывал в общем вот так участковый был и будьте все внимательно не нарушайте законов все это такая информация для тех кто собирается в россию какой у иры какой у иры ядерный лук и рад имя должна доплачивать блин за вредность вот такие дела так это 3 3 противень и потом начнем раскладывать ткани ну Продолжение следует... Продолжение следует... Поставлять градусов 100, я думаю, хватает. Видите, спалило немножко. Мусорка у меня горелых много. На мульчу пойдет. На компост. В общем, вот так. Три. Четвертый бутылек сейчас еще жарится. Все, вот этот четвертый сделаем. И все. Останется у меня совсем чуть-чуть здесь в моем контейнере, чтобы покушать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сейчас едем в город, заедем в храме, завезем это. Чистейший стол. Ну что, сейчас буду показывать вам... Вот это вот 15 метров. Еле доперло, вам честно скажу. Уже была мысль где-нибудь оставить, попросить, чтобы присмотрели. И потом с Рольфом подъехать, забрать. Цвет вот такой морской волны. Он мне синий. Очень мне понравился. Прям море, море, море. Двухсторонний. Так, ну и прозрачная тесьма для сборки. Вот она такая. Так, тесьму отдельно откладываем. Значит, начинаем рассматривать. Надо еще разобрать, как они мне ее сложили. Что-то как-то гамузом все. Непонятно. Как они это все вообще отмеряли. В общем, все как-то... Значит, ширина у тканей 2,80. То есть мне как раз на высоту моих окон все подошло. Брала только погоны метр. Это длина штор. Окна у меня по 2 метра. Я брала на каждое окно 4 метра для сборки еще. Так, что-то я не могу понять, что они мне тут. Как они мне тут все сложили. Немного странно как-то. Так. Ткань издалека цвет. Вообще, смотрите, он серый становится. Камера вообще не передает цвет. Так вот вообще серый-прессерый, гляньте. А он вообще морской волны. Голубой. Камера, конечно, вообще не передает настоящий цвет. И получается, с этой стороны он матовый. Не эта матовая сторона нравится больше. А внутренняя сторона вот такая. Немножко блестящая получается. Сейчас разобраться надо. Пока нашла ракурс, с которого вам снять цвет. Вообще, цвет не передает камера. Смотрите, вот такой двухсторонний материал получается. С этой стороны вот он такой, как бы атласный. Вот такой. С этой стороны матовый. Здесь он блестящий. С этой стороны вот такой. Вот он видно хорошо. Если отсюда. Вот так. Метр восемьдесят я уже замерила. Не знаю, мне вот этот матовый нравится больше. Хотя у них висит, они показывают вот этот блестящий цвет. Блестящую сторону. Как велюр. На белюр похож. Ну и такой, знаете, не сильно пропускает свет. Я уже вот так посмотрела. Ну, он не сильно плотный. За такую цену, конечно, друзья. Я вам потом озвучу цену, сколько стоит ткань эта. И, в принципе, нормально. Можно много окон. Если брать материал плотный, дорогой. То там, я не знаю, это двадцатью тысячами не отделаешься. Так что сейчас буду складывать в рулон. То они ими как-то все сложили, непонятно. Да, да. Каждаian. Я вам-то я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хочу померить еще раз окно свое вместе с вами Так, я буду менять гардины Я хочу убрать эти, которые крепятся к стене У нас гипсокартон и эти гардины через какое-то время опять все наклоняются Что бы мы ни делали, все равно, если бы хотя бы попали бы шурупы на металлопрофиль Тогда бы они сидели плотно Но не тут, не тут, они все у нас просто в гипсокартоне И мне, кстати, тоже писал один человек, что желательно повыше поднять И тогда будет смотреться намного красивее помещение Согласна, давно хотела, поэтому я буду делать от потолка Мы купим сюда шины на потолок, потолочные шины У меня уже в папиной комнате я цепляла Они очень хорошо держатся Их можно, эту шину можно посадить и на клей И плюс еще прикрепить шурупами Вот, дюбелями и, в общем, короче говоря Тогда мне надо мерить от потолка Где-то 5 сантиметров мы убираем шина сама Плюс крючочки Но я сейчас померю ровно от потолка Чтобы получится Все, ровно 2,85 от потолка до пола Убираю 5 сантиметров, 2,80 получается Но мне надо еще эти 2,80 подвернуть Получается, от пола будет немножко пространства Как надо для шторных И сверху на крючочке прицепится Я думаю, нормально по длине подойдут, да, 2,80 Эти шторы я покупала в Германии по акции Уже не помню, сколько стоили Эта цена уже не актуальна Отличный, здесь очень плотный материал Он свет не пропускает Но шторы уже все повыгорали от сильного солнца Ну, им уже и много лет И вот они же готовые были Видите, у них стандартная длина была И эти карнизы мы вешали специально под эти шторы И то они все равно коротковатые внизу Это коротко очень, надо длиннее внизу И получается, поэтому у нас карниз настолько низко К краю окна получился Ну, теперь переделаю И когда уже я сделаю здесь шины потолочные Повешу уже все шторы, лампы все висят И тогда можно уже искать мастера по натяжным потолкам Вот так, и тогда это все закроется Будет как у папы в комнате Мне очень нравится Штора идет с потолка вниз Не видно Потолок этот навесной он полностью закрывает И саму ленту, которая собирает штору И сам карниз скрывает Смотрится очень красиво Удлиняет комнату Я думаю, будет неплохо, да? Если от самого потолка вниз Струящиеся вот такие морской волны Будут шторки Ой, красота Тюль, конечно, уже все отпадает на этот год Тюль тоже дорогая Я же не сказала, сколько стоит Цена вопроса этого материала на всю комнату На террасную дверь Двухметровая дверь Два метра окно одно Два метра окно другое И вход Значит Я взяла 15 метров Стоит у нас 1 метр 695 рублей Итого 15 метров Я заплатила 10425 И плюс 15 метров Тесьма По 20 рублей Погонный метр 300 рублей Общая сумма 10725 Посчитаю в евро Напишу Смотрите, какая красота получилась из лука Собираю сейчас Это сестре все Она потом это все будет Молоть Перемалывать Главное, чтобы он не впитал Благу в себя Ничего, потом можно будет В духовке уже подсушить Красота Красота